Все лучшее в здравоохранении. В ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Искресенский посетил 7-ю городскую клиническую больницу. Это многопрофильное медицинское учреждение, которому давно требовалась поставка нового оборудования. В этом году больница получила беспрецедентную поддержку. Вообще все оборудование разноплановое. И мы, когда свои предложения давали департаменту здравоохранения, сходили прежде всего, чтобы охватить наиболее такие острые сферы здравоохранения. В первую очередь сотрудники поспешили показать губернатору видеоэндоскопическую стойку эксперт-класса. Стоимость порядка 14 миллионов. Аппарат позволяет делать скрининг и сложную диагностику, а также проводить операции без единого надреза для лечения широкого спектра болезней. Установка уникальна тем, что выводит на экран картинку высокой точности. С помощью этого на ранних стадиях можно выявить опасные заболевания. Онкология и хронические заболевания пищеварительного тракта, поскольку это сейчас является предраком. Понятно. А старый видеоэндоскоп просто их не видел? Да, он видел только уже когда большая опция. Показали губернатору и разработку одного из врачей больницы. Аппарат в какой-то степени похожий на 3D-принтер. Показатель позволяет из гибкого пластика печатать индивидуальные ортопедические изделия. Пациент приходит, если у него определены показания либо его лечащего врача, либо они определены мной, поскольку в основном обращаются ко мне. Он садится, мы снимаем с него определенные мерки. С помощью программного обеспечения отправляем запрос в облако. Либо наш сервер автоматически это обрабатывает. Если требуется какое-то сложное ортезирование, то над этим работает живой человек. После чего в течение где-то полутора часов изделия распечатывается и после этого накладывается на пациенту. Лечение по методу ортезирования, причем индивидуального, уже хорошо себя зарекомендовало. Подогнанные буквально по фигуре ортопедические изделия оказались весьма эффективны. Работаем над планом защиты интеллектуальной собственности. Получаем инвестиции от фонда «Скалка» в «Надежда». Пока получаем статус резидента. Если нужна какая-то помощь, я готов помочь, чтобы они побыстрее вам дали все эти статусы. Если это возможно, мы рады. Сейчас в больнице ожидают поставку еще ряда высокотехнологичных аппаратов. Специалисты уверены, новое оборудование откроет массу возможностей и поможет спасти сотни пациентов. Мы ждем, прежде всего, рентгенодиагностического комплекса. Это в рамках реконструкции трампунта. Как мы уже говорили, мы будем пытаться создать полностью цифровую медицину, то есть полностью цифровое пространство. Надеюсь, что у нас это получится и наши пациенты смогут это оценить. После посещения больницы Станислав Искресенский провел встречу с медиками. На животрепещущий вопрос о поставках оборудования заявил. До конца этого года базовое оснащение в больницах появится. Например, мы сейчас были в инфекционной больнице. Там сейчас появился аппарат, который помогает спасать людей при сложных случаях пневмонии. До этого приходилось наших жителей в Москву отправлять. И вы знаете лучше меня, бывали, к сожалению, случаи, когда уже не доезжали больные наши до Москвы. Поэтому такие аппараты, безусловно, позволят спасать человеческие жизни. Но и деньги действительно выделяемо серьезные. Также Станислав Искресенский отметил, медицина – это прежде всего врачи, которые знают и умеют больше, чем машины. И только от них и их квалификации зависит здоровье ивановцев. Мария Метлицкая, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.